Досрочные выборы в Израиле 17 марта готовят несколько сюрпризов, убеждены местные и зарубежные наблюдатели. Прежде всего, нельзя исключать, что власть перейдет от правых во главе с действующим премьером Нетаньяху к левоцентристам из сионистского лагеря, которых возглавляет Ицхак-герцог. Еще одна потенциальная сенсация – Союз арабских партий, объединенный арабских список, может стать третьей по размеру парламентской фракции. Ханин Зуаби не привыкать к тухлым яйцам и другим проявлениям несогласия. Она впервые была избрана в Кнесет в 2009-м и стала первой женщиной, прошедшей в парламент по партийным спискам арабских партий. Она и сама за словом в карман не лезет, называя нынешнюю власть цитата «компании откровенных фашистов». «Мы бросаем вызов дискриминационному сионистскому проекту, который определяет это государство как еврейское и легализует тем самым привилегии евреев по отношению к палестинцам. Мы – хозяева этой земли, мы – коренные жители этого государства, и именно с этой позиции мы намерены участвовать в работе Кнесета». В отличие от предыдущих выборов, отмечают аналитики, на этот раз кандидаты от израильских арабов имеют реальные шансы быть представленными в парламенте. Их решение объединиться в список способно не только постигнуть явку арабского населения Израиля, но и изменить расстановку сил на политической сцене. Потомки палестинцев, не пожелавших покинуть эту землю после создания еврейского государства, арабы сегодня представляют почти полуторамиллионный электорат, то есть 20% населения Израиля. В подавляющем большинстве – они мусульмане. В распущенном в декабре Кнесете у израильских арабов было 11 из 120 мест. На этот раз им предсказывают от 12 до 14 кресел. По статистике, арабское население Израиля участвует в выборах меньше других категорий – 56% в 2012 против 60 семей. «Если арабские граждане придут на избирательные участки, отдадут свои голоса за объединенный арабский список, и тот получит 15 и более мест в Кнесете, это войдет в историю», – говорит один из членов списка. «Это будет способствовать усилению влияния арабских граждан на законодательную деятельность, формирование бюджета и на все аспекты, важные для жизни арабского населения Израильского государства». Возглавляет объединенный арабский список Айман Уда. В телеэфире он смело скрещивает шпаги с лидером партии «Наш Дом Израиль», министром иностранных дел Авикдором Либерманом. «Ваши действия разрушают государство Израиль изнутри. Вы пятая колонна. В Кнесете вы представляете террористические организации». «Я опасаюсь, что уже к следующим выборам слово «демократия» станет ругательством из-за таких вот политиков, как вы». Согласно соцопросам, партия Либермана получит не больше шести мест, то есть вдвое меньше, чем объединенный арабский список. Однако ряд аналитиков отмечает, что этим амбициозным планом может помешать клановая структура арабской общины и нередкая междоусобица.